Промышленный концерн РЭК собирается затопить старые шахты, расположенные в районах Саар и Рур. И это несмотря на то, что внутри них может находиться тысячи тонн ядовитого дегтярного масла. Эксперты опасаются экологической катастрофы, сообщает европейское представительство МЭО «Зеленый фронт». Мнение экспертов поддерживают представители природоохранных организаций и «Зеленые». В шахтах может оставаться несколько тысяч тонн вещества, содержащего полихлорированные бифенилы, которые входят в состав высокотоксичного масла для заполнения гидравлических систем. При повышении уровня рудничных вод вся эта смесь может оказаться в реках. Около 12 500 тонн ядовитого дегтярного масла было использовано в период с 1979 по 1984 год в горнодобывающей промышленности и оставлено под землей. Даже 10% от всей этой массы не было утилизировано должным образом. Об этом говорят протоколы, представленные Бундестагом и сообщения саарландского лантага о результатах контроля 80-х, 20-х годов. Остатки масла продолжают покоиться в недрах шахт в цистернах, в заброшенных установках или в огромном количестве просто разлитых по полу. Так как концерн РЭК уже оставил большинство шахт и до конца 2018 года собирается покончить с добычей каменного угля, то он планирует поднять уровень рудничных вод. Во многих регионах этот процесс уже запущен. Защитники окружающей среды и ученые опасаются того, что яд, который будет вымываться из шахт, попадет в крупные реки. Там тикает настоящая экологическая бомба, сообщает представительство Союза охраны окружающей среды и природы ФРГ в земле Саар. Зеленые земли Саар кроме этого считают, что запасы пресной воды Германии находятся в серьезной опасности. В прошлом контрольными органами уже проводились замеры полихлорированных бифенил в сточных водах на различных рудниках в районах Саар и Рур. До настоящего момента результаты показывали лишь их незначительную концентрацию. Сам концерн подтвердил, что в 80-е годы при заполнении гидравлических систем им было использовано масло, содержащее полихлорированные бифенилы, и что часть этого масла может все еще может находиться под землей. О конкретных цифрах неизвестно. РЭК уверяет, что запланированное поднятие уровня рудничных вод не несет в себе никакой опасности и в самом процессе предусмотрены многочисленные защитные барьеры. Хочется напомнить, что полихлорированные бифенилы из-за своей высокой токсичности и длительного воздействия на человека и животного входят в группу из 12 химических веществ, определяемых как стойкие органические загрязнители. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.